Вы знаете, я небольшой фанат вот такого конкурса, хотя как человек общественный я, конечно, это все краем глаза и не только краем вижу. И понимаю, не впадая в философию, что любое явление имеет свой предел во времени, оно заканчивается, оно становится самопародийным, оно становится своей противоположностью, что и случилось с Евровидением. И даже до недавнего времени державшаяся иллюзия солидарности братских стран или просто дружеских стран, выражаемая в голосовании, тоже уже смахивает на какой-то сговор. Но самое-то интересное, что откровений художественных нет, а есть какие-то пародийные вещи, даже имя последней, и дай бог не последней победительницы, Кончита, в общем, для русского уха ассоциируется с окончанием вообще всего этого. И самое интересное, все время асимметричный ответ России, то, кого мы посылаем, или там, ну, за редким исключением, это звучит как такой вызов, асимметричный, как говорил Горбачев, ответ. Я считаю, что это становится все более комичным, и если Россия, ну, не выдвинет что-то убедительно мощное, чему просто нельзя будет возражать, против чего будет бессильна любая интрига, Это будет красивый ответ, но мы о многом красиво мечтаем. Знаете, высказывание «Красота спасет мир» уже звучит как устаревшее. Нам бы красоту спасти. И так хочется сказать. И мы сейчас с Федором Степановичем этим занимаемся.